В Казахстане увеличивают объемы производства дезинфицирующих средств. Антисептик сегодня востребован повсеместно, оттого и выпуск становится больше обычного. Около двух месяцев назад наша страна производила 86 тысяч литров санитайзера в сутки. Сейчас эта цифра выросла в два раза. На данный момент мы работаем круглосуточно, 7 дней в неделю, без перерывов на праздники и выходные дни. Возросший спрос на антисептики заставил часть отечественных предприятий перепрофилироваться и вводить в дополнительные цеха. Например, Костанайские и Алматинские производители этилового спирта расширили свои мощности и выпускают дезинфицирующие средства, снабжая таким образом казахстанцев необходимой продукцией. Ограничений у нас нету в продаже антисептиков, но количество людей увеличилось, ну где-то тоже 10-15%, нежели чем это было до инфекции. До пандемии отечественные производители дезинфицирующих средств работали в основном на медучреждения, а карманные санитайзеры для ежедневного применения торговой сети и аптеки приобретали, как правило, за рубежом. Закрытые границы обнажили имеющиеся проблемы и поставили новые условия работы для казахстанских отраслевиков. Гигиенического средства производить нужно больше. В сутки тратится порядка 70-75 тысяч литров готового раствора. О том, как в короткие сроки казахстанским промышленникам пришлось поменять свои производственные планы, почему отраслевики перестали экспортировать свой товар, и можем ли мы сегодня покрывать свои возросшие внутренние потребности, обо всем подробно в выпуске программы «Промышленность». За последние два месяца антисептик стал товаром первой необходимости. До пандемии в Казахстане санитайзеры имели достаточно узкий сектор реализации. Кому он точно был необходим, так это медикам. Сейчас же дезинфицирующие средства покупают рядовые казахстанцы, госорганы, крупные компании. Обезопасить себя от возможного заражения необходимо всем. Мы закупаем 10 тысяч литров антисептика для рук и 15 тысяч литров антисептика для обработки поверхности на месяц, на 70 наших филиалов. Используем два вида антисептиков. Оба производства местного. Алматинские предприятия производят малый и средний бизнес. Покупатели с радостью восприняли установку этих санитайзеров и пользуются практически все. Есть кто-то, кто приходит в собственных перчатках, не используется. Есть кто доверяет обработке наших тележек и корзин, которые у нас проводятся прямо на глазах покупателей. Меньше чем за два месяца казахстанским предприятиям удалось увеличить объем производимого антисептика в два раза – до 170 тысяч литров в сутки. Рост производительности продиктован условиями обязательной обработки городов. Так, например, в городе-миллионнике Алматы на дезинфекцию подъездов детских площадок в день тратят до 75 тысяч литров раствора. Обработка начинается с 8 утра до 6-7 вечера, в зависимости от дня. С учетом того, что в городе Алматы самый крупный жилищный фонд в стране, а их порядка 8,5 тысяч домов, более 24 тысяч подъездов, а также 4 тысяч дворовых территорий, работы специально были разделены на три дня. В понедельник, вторник, среда проводится одна обработка и в четверг, пятницу, субботу повторная обработка. В воскресенье наши ребята отдыхают. В сумме же с конца марта потрачено было уже 2 миллионов литров антисептика и, что важно, калакстанского производства. Сама дезинфекция делится на два вида – текущая, а также заключительная. Заключительная дезинфекция проводится в очагах. Данную работу проводит Центр дезинфекции при департаменте СССР. А нами проводится текущая профилактическая дезинфекция. То есть это все делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории города Алматы. Антисептик в Казахстане производят в 9 регионах и в двух крупнейших городах страны – Шимкенте и Алматы. Абсолютным лидером по выпуску дезинфицирующего средства считается Актюбинская область. Там, по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, 4 местных предприятия выпускают почти 70 тысяч литров дезинфицирующего средства в сутки. На втором месте – Алматы. Если мы до пандемии производили около 3 тонн продукции в сутки, то сейчас мы производим около 10-12 тонн продукции, а также по карманным санитайзерам для населения мы производим около 25 тысяч штук в сутки. Мы запустили все цеха в круглосуточном производстве, чтобы покрыть текущую потребность. На Алматинском предприятии производят два вида антисептика. Один создан на базе спирта, второй – не спиртосодержащий. Для высокоградусного товара используется этиловый толгарский спирт. Для второго же варианта требуется белорусское сырье. Дезинфицирующие средства мы поставляем в медицинские организации. Мы охватываем по нашим расчетам около 60% медицинских организаций в Республике Казахстан. Что касается карманных антисептиков, так называемых санитайзеров, то мы их поставляем в основном через аптечные сети и крупные супермаркеты. Существенным плюсом алматинского предприятия стало то, что оно изначально было ориентировано на производство дезинфицирующих средств, а потому перепрофилироваться объекту не пришлось. Но так было не со всеми. Некоторым пришлось срочно внедрять новую товарную линейку, как это было, например, в крупной компании по выпуску алкогольных и безалкогольных напитков, где месяц назад решили выпускать и антисептик, созданный на основе рецептуры, одобренный Северной организацией здравоохранения. Похожая история со срочным изменением планов сложилась и в Алматинской области. Мы изначально открылись, в данный момент даже работаем, как производители лакокрасных материалов. В этом году в связи с пандемией общей мы решили произвести дополнительно, из-за того, как мы химическое производство решили произвести антисептики для рук. С начала года здесь произвели порядка 10 тысяч литров гигиенического средства. Производители считают, что даже после того, как рост заболеваемости коронавирусом пойдет на спад, антисептик останется востребованным среди населения. А значит, объемы производства должны расти. Для производства антисептических средств для рук там особо такого затрудненности нет. Самое главное – получить сертификаты на данную продукцию. То, что у нас был один цех, мы переоборудовали, сделали стерильным для производства антисептических средств. Сырье у нас получается казахстанское производство полностью. Правительство ожидает, что объемы выпускаемых отечественных дезинфицирующих средств будут расти и дальше. В стране готовятся к запуску новых производств. Сейчас они проходят процесс регистрации. Объекты появятся в Алматы, от Раушенкенте и Западноказахстанской области. В общем объеме они будут давать дополнительно около 16 тысяч литров антисептика в сутки. И, судя по спросу, товар найдет своего покупателя. До коронавируса, до инфекции мы, конечно, закупали антисептики, но более в меньших объемах, потому что люди брали антисептики по мере необходимости. То есть при повреждениях кожи только так, редко. А сейчас уже более больших объемов берем. Мы берем сейчас только нашего производителя казахстанского. Раньше были у нас импортные антисептики. Сейчас у нас только наш производитель. По словам фармацевта, спрос на антисептик в этой талдыкурганской аптеке вырос среднем на 15%. Тем не менее, жители крупнейших городов страны все еще сталкиваются с дефицитом санитайзеров. Во-первых, часть компаний, которые ранее не работали в этом секторе, только с началом пандемии наладили выпуск подобной продукции. Во-вторых, инвестиции для финансирования наладки новых линий производителям нередко приходится искать в сжатые сроки, что сказывается на конечной стоимости. На цену влияют и процедурные издержки, в том числе по вопросам регистрации новых антисептиков. Сами отраслевики рассказали, из чего складывается цена на товар. Себестоимость продукции в основном складывается из стоимости сырья, а также накладных расходов. В связи с пандемией мы испытывали некоторые сложности с пропиевым спиртом, потому что его просто в наличии не было. И в самом начале мы были вынуждены покупать сырье намного дороже, поэтому были некие всплески ценовые в начале пандемии. Но сейчас, заключив прямые договора с производителями европейскими напрямую, мы стабилизировали цены на нашу продукцию. Наряду с антисептиком казахстанская промышленность начала производить и средства индивидуальной защиты. В этом секторе даже сложно называть точное число объектов. Маски шьют и фармпредприятия, и обычные ателье, и дизайнеры. Министерство индустрии подсчитали объем производства именно на фармпредприятиях. Там сейчас выпускают 340 тысяч масок в сутки. Ранее эта цифра была в два раза меньше. Увеличить выпуск удалось за счет расширения крупного объекта в Алматинской области, где в кратчайшие сроки установили два дополнительных станка и увеличили мощности в три раза – с 60 до 180 тысяч экземпляров. Мы пока обеспечиваем только внутренний рынок, и даже внутренний рынок мы не успеваем обеспечивать. Гораздо высший спрос. Всегда все эти годы я говорила о том, что нужен стратегический запас страны. Потому что производство любое, оно работает в плановом режиме. Любое увеличение объема производительности, оно, как правило, требует достаточно большой подготовленности заранее. Но, к сожалению, не имея таких стратегических запасов, тысячекратный разовый объем спроса удовлетворить не может ни один завод. В нынешнее время больше не залеживаются на полках и привычные белизна, и специальные гели. Компании, в основном производящие чистящие средства, также предлагают потребителям дезинфицирующие составы на основе изопропилового спирта и влажной антибактериальной салфетки. Однако, чтобы поддерживать выпускаемые объемы, необходимо бесперебойное снабжение производителей сырьем, производству которого активно приступил отечественный химпром. Как считают специалисты отрасли, в структуре потенциала производства антисептиков максимальный объем сырья в сжатые сроки и по предельно доступной цене могут обеспечить промышленные производства газа и нефтехимии.